Подойти к проезжей части и приподнять трость. Именно такие действия помогают людям с проблемами зрения пересечь дорогу. На Ринмаре прошла акция «Белая трость». Общество слепых совместно с сотрудниками ГАИ еще раз напомнили водителям о пешеходах с ограниченными возможностями. Закир Вафин продолжит. В этом году сотрудники ГАИ, кадеты и люди с ограниченными возможностями приняли участие в жеркодной акции «Белая трость». Она проходит в округе уже более 20 лет. Сотрудники ГИБДД останавливают автомобили. Кадеты помогают. Раздуют информационные листовки и напоминают водителям простые правила. Пропускать людей с «Белой трость», помогать им переходить через дорогу, выступать. Вот как ты считаешь, вот такие акции необходимы, да, или нет? Да, необходимы. И почему? Ну, чтобы не было нарушений, чтобы все были живы и здоровы. Сергей Сверидов, начальник управления труда и социальной защиты Ненисского округа, на себе решил испробовать, что чувствует человек со слабым или полностью отсутствующим зрением при, казалось бы, привычном деле – переходе дороги. Надел повязку на глаза, взмахнул тростью, прислушался к машинам и отправился переходить дорогу. Трость, если честно, очень помогает переходить. Больше страшно от того, что водитель может не остановиться, потому что глаза полностью закрыты, ничего не видно, только слышно. Ну, приходится прислушиваться. То есть слух помогает в этом случае. Из года в года интенсивность движения автомобилей в округе растет, и люди с ограниченными возможностями каждый день, переходя дорогу, полагаются только на свой слух и сознательность водителей. Председатель общества слепых отметил – автомобилисты стали ответственнее, даже когда рядом нет инспекторов ГАИ, пропускают людей, подающих жизнь тростью. Мои инвалиды, значит, ходят сами. Ну, их неотвлеки, что шофера вроде выполняют неплохо. То есть, можно сказать, эта акция дает свой результат? Ну, я за каждую, конечно, не могу отвечать, но кто-то отзывается вроде неплохо. Бывает, что не сразу реагируют. Мы же все люди. По правилам дорожного движения человек со слабым или полностью отсутствующим зрением, подав знак белой тростью, может перейти дорогу в неположенном месте. Автомобилисты должны это знать. Закир Вафин, Александр Дуркин, Телеканал Север.